Всем привет! С вами ЛФТЛ и Новости Кино. Новая картина представляет собой переосмысление классической истории гангстера-эмигранта, которая была рассказана ранее в двух версиях фильмов. Действие же новой картины на этот раз развернется в Лос-Анджелесе, а главным героем станет выходец из Мексики. Братья Коэны изрядно переделывают первоначальную версию сценария, написанную Терренсом Уинтером. Мировая премьера «Лица со шрамом» назначена на 10 августа 2018 года. Денис Вильнёв подтвердил, что будет режиссировать новую адаптацию «Дюны». Также Брайан Герберт подтвердил через Твиттер, что на ремейк «Дюны» официально утвержден режиссер Вильнёв. Брайан Герберт – это старший сын оригинального автора «Дюны» Фрэнка Герберта. Брайан Герберт написал более десятка продолжений романа отца. Канадский режиссер Денис Вильнёв еще в сентябре в интервью журнала «Варьете» сообщил о своей мечте снять новую адаптацию «Дюны». Но тогда он отметил, что это долгий процесс. Даже получить права на экранизацию и то нереально. Любопытно, что Вильнёв будет отвлекаться от своего нового фильма ремейка «Бегущий по лезвию» к «Дюне». А Ридли Скотт в свое время сделал как раз наоборот в начале 80-х, когда он выпал из запланированных съемок «Дюны», чтобы снять оригинальный «Бегущий по лезвию». Напомню, фильм «Дюна» был ранее реализован в 1984 году режиссером Дэвидом Линчем у руля. Фильм провалился в прокате, но приобрел статус культового впоследствии. Также ранее фильм пытался снять режиссер Алехандро Ходорковски в соавторстве с Гансом Гигером, который должен был создать мир «Дюны». Сам Ганс Гигер известен как дизайнер, работавший в стиле биомеханики, а также создатель образа чужого. Когда начнутся съемки новой «Дюны», не сообщается. Кабельный канал AMC одобрил шесть эпизодов документального сериала от Джеймса Кэмерона о том, как жанр научной фантастики изменился с течением времени, а также как это повлияло на нас. Сериал под названием «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном» дебютирует в 2018 году. За каждый эпизод будет лично отвечать Кэмерон. В каждой серии он будет погружать зрителей в один из больших вопросов. Например, что человечество познало через научно-фантастические фильмы и телевизионные сериалы, зависимость от технологий, освоение космоса и колонизации планет, а также инопланетная жизнь. Как отметил сам Кэмерон, без Джуля Верна и Герберта Уэллса не было бы Рея Брэдбери или Роберта Хайнвайна, а без них, в свою очередь, не было бы Лукаса Спилберга, Ридли Скотта или меня, отметил Кэмерон. Также Джеймс заявил, как режиссер, который специализируется на научной фантастике, я заинтересован в изучении борьбы и триумфа, которые принесли эти невероятные истории для жизни, видя, как искусство имитирует жизнь, а также как научная фантастика продолжает информировать науку. Одна из последних новостей, которая была известна о фильме «Восставший из ада суд», это то, что он выйдет 28 марта 2017 года. Эта информация была на официальной странице Facebook нового исполнителя пинхеда Пола Тейлора. Так было до сих пор. В данный момент появилась новая информация от режиссера Гарри Танклиффа, которую он поведал в интервью одной из программ. Когда ему задали вопрос, ну и когда, он ответил следующее. «Все, что я могу сказать, фильм закончен и смонтирован. Звук, саундтрек и все остальное. Уже готов отличный трейлер, который я лично видел и одобрил. Есть плакат, который действительно чертовски крут, не какой-то там фотошоп. Готово все, от и до. Надеюсь, это не пропадет даром, но по дате, ребята, я не в курсе. Dimension Films, возможно, хотят выпустить фильм в ограниченный прокат. Не знаю. Выпустят, когда посчитают нужным. Это может быть и в ближайшее время, а может быть и когда-нибудь потом», – раздраженно сообщил Танклифф. Напомню, это должен был быть десятый официальный фильм из франшизы, начатый Клайвом Баркером и в дальнейшем реализованный с разной степенью успешности. Начиная с девятого фильма, главного демона Пинхеда играет не Даг Брэдли, снявшийся в этой роли восемь раз. На этом все. Следите за интересными новостями в мире кино. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!